Владимир Довгань, Суперджамп, Квантовый прыжок к мечте. Посвящается интеллект-тренерам, первопроходцам, энтузиастам, героям, которые своими знаниями останавливают уничтожение природы и спасают человечество от самоуничтожения. Глава первая. Детство. Расскажу тебе, брат, историю о том, как стартуя с самого дна, с унижения и нищеты, можно пробиться наверх и наполнить свою жизнь гармонией, счастьем и процветанием. Эта книга сэкономит тебе много времени, сил и денег. Подумай, зачем тебе наступать на грабли, которые я не раз разбивал в кровь свою голову. Будь умным. А умные люди всегда учатся на чужих ошибках. Бери мой опыт и иди дальше, поднимайся. Дай пять. И поехали. Родился я в год дракона под созвездием льва. В бедной рабочей семье в Хабаровском крае, в маленьком таежном поселке с красивым названием Ерофей Павлович. На этом вся красота моего детства и заканчивается. Я был болезненным, слабым и неуверенным в себе ребенком. Мои друзья с детства – это насморк, кашель и головная боль. В школе я учился очень плохо, был самым худшим учеником в классе. Вот почему. В то время в школах не было психологов и никто не знал о таком заболевании, как дислексия. Человек больной дислексией не может запомнить, как правильно пишутся слова, не может запомнить элементарные факты и цифры. Для моих одноклассников освоить школьную базовую информацию было легко. Но для меня больной дислексией невозможно. Я получал сплошные двойки, меня постоянно критиковали, ругали, унижали. Родители считали бездельником и лентяем. Они не знали, что дело не во мне, а в болезни. Учителя на каждом уроке бесконечными двойками втаптывали меня в грязь, а затем смешивали с этой грязью и тонким слоем размазывали по стенам класса. Я был лузером, посмешищем и изгоем. Следствие этой болезни – это ежедневные насмешки, боль и комплексы. В разных семьях детей воспитывают по-разному. Меня воспитывали ремнем и другими наказаниями. Родители заставляли переписывать десятки раз домашние задания, чтобы в тетрадь не было ошибок. А у меня ничего, друзья, не получалось. Вы можете забить до смерти больного дислексией, но он все равно не сможет запомнить, как правильно пишутся слова. Я ходила по замкнутому кругу физической и душевной боли. Прихожу в школу, получаю двойку и моральную боль. Прихожу домой, отец меня избивает, и я получаю порцию физической боли. На следующий день все повторялось. Двойки, боль, двойки, боль. И так каждый школьный год. Дорога из школы, домой и обратно. Пожалуй, было единственным временем, когда меня не ругали и не унижали. Чемпионом в уничтожении моей личности была учительница математики. Она, как огромная гусеница, проползала между школьных парт и доставала меня. Довгань, ты идиот. Довгань, ты гибил. Таких, как ты, надо гнать из школы. Ты позоришь наш класс. И так каждый урок, каждую неделю, каждый месяц мне внушали. Ты идиот. Ты ничтожество. Ты лентяй. Ты худшее существо на свете. Есть такая пословица, скажи человеку сто раз, что он свинья и он захрюкает. Так вот, брат, за все школьные годы мне миллионы раз сказали, ты идиот, ты дебил, ты дурак. Я до сих пор удивляюсь, как я смог выжить. В то время школа для меня была страшнее ада. А каждый урок подобен обливанию кипятком, еще не зажившей раны. В отличие от меня, мой старший брат Валентин учился хорошо. Он получал четверки и пятерки. Его всегда ставили мне в пример. Естественно, на фоне умного, трудолюбивого, успешного брата, моя глупость, мои двойки смотрелись еще мрачнее. А боль от моих душевных ран была еще пронзительней. Мой отец часто говорил, Вовка, вот смотрю я на тебя, и вроде бы ты не дурак, а какой-то полудурок. Тогда назвать меня полудурком, то есть неполным идиотом, пожалуй, было самой высокой похвалой. До протяжения школьных лет я ощущал себя маленьким, забитым, бесправным рабом. Меня заставляли делать то, что я не хочу. Меня унижали, оскорбляли. От меня требовали выполнения задания, которые я в принципе выполнить не мог. Меня снова и снова наказывали, унижали и били. И так каждую неделю, каждый месяц, каждый год. Я не знал, сколько кругов ада существует в школе, но точно знаю, что прошел я их все. Говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. За школьные годы меня миллионы раз называли дебилом, идиотом, дураком, ничтожеством. Как я, брат, не утонул с таким грузом негативного программирования? Это, наверное, чудо. Есть даже такой анекдот. Девочка Настя до пяти лет думала, что ее зовут Дура. Так и я. Оканчивал школу, был абсолютно уверен в том, что я идиот, имбецил и дебил. Я и мысли не допускал, что я могу чего-то добиться в жизни. Я смотрел на одноклассников, которые получали пятерки и четверки, как на полу богов. И я прекрасно понимал, что никогда не смогу решать задачи, писать тексты, выступать так, как они это делают. Обычные достижения для меня были недостижимы. И я точно понимал, что я человек худшего сорта, с самыми худшими способностями, с минусовым потенциалом. Ребенок беззащитен перед садизмом взрослых. Когда я был школьником, я не понимал, что со мной делают. Неосознанное, подсознательное программирование ребенка называется импринт или импринтинг. Насколько сильно оно работает, доказывает мой жизненный пример. Через 20 лет, после окончания школы, я уже стал долларовым мулькимиллионером. Добился успеха, выступал на центральных телеканалах, в разных ток-шоу. И однажды жизнь свела меня со старыми школьными друзьями. Мы обедали в уютном московском кафе, и кто-то из них спросил меня. Каково это быть богатым и известным человеком? Что ты чувствуешь, когда тебя узнают на улице? И я честно ответил. Знаете, друзья, я до сих пор не иду вперед, а борюсь со старыми комплексами, со старыми негативными установками, которые мне в школьные годы вбили в мою несчастную голову. Прошло уже 20 лет, как мы окончили школу, а я до сих пор борюсь с теми демонами, с теми психологическими злыми установками, которые буквально пропитали всю мою душу. Каждую клеточку моего организма. Вы будете смеяться надо мной, но я до сих пор слышу голос учительницы по математике. Довгань, ты идиот, ты дебил, ты дурак. Отвечая на вопрос друга, я вдруг понял, что педагоги и родители неосознанно искалечили мою детскую беззащитную душу. Они заразили ее неуверенностью, разорвали на кусочки и забыли зашить. Не от жестокости, а от незнания. Они превратили мой потенциал в пепел. Убили мою любознательность, сломали крылья, залили черной грязью огонек моей робкой души. Вместо того, чтобы идти дальше, с гордо поднятой головой решать задачи, подниматься вверх, я, как израненный инвалид, постоянно зашивал какие-то старые открывшиеся раны, регулярно восстанавливал свои переломанные кости. Сколько бы я мог сделать нового, большого, полезного и для себя, и для людей, если бы не эта адская школа? Старые психологические негативные установки – это бациллы, как незаживающая, гноящая рана, которая постоянно причиняет боль и делает тебя слабее. Я страдал и болел, а не жил, радуясь, созидая и развиваясь. 20 лет мучений закончились только тогда, когда я нашел 8 эффективных упражнений, 8 интеллектуальных жемчужин Вселенной. Именно благодаря этим мощным, сильнейшим упражнениям, мне удалось всего лишь за несколько месяцев полностью уничтожить вредоносные, ядовитые, разрушительные программы, которыми меня нашпиговали в самом детстве. Эти 8 интеллектуальных жемчужин – антивирус, который очистил мою израненную душу. Впервые за долгие годы страдания я стал свободен от метафизического яда. Мне повезло, брат, я нашел лекарство. Супер-джамп! Сколько миллиардов хороших, трудолюбивых людей страдают от смертоносных, разрушительных программ, установленных в детстве неосознанными родителями и адской школой? Я абсолютно уверен, самое большое зло, которое сегодня живет на Земле – это постиндустриальная система образования. В то время, когда мы восхищаемся искусственным интеллектом, роботами, нанотехнологиями, блокчейном, генетикой и другими чудесами науки и техники, на Земле существуют старые школы. Наивные родители полагают, что отдавая туда детей, они делают доброе дело. Они думают, что в школах педагоги обучают и развивают их детей, но в большинстве случаев все происходит наоборот. Современная школа унижает, калечит, мучает наших детей. Самое страшное, что происходит в школе – ученикам ломают крылья. В 99% случаев современная школа делает все, чтобы убить в ребенке гения, чтобы раз и навсегда отбить желание учиться и развиваться. Когда мы проходим мимо какой-нибудь незнакомой школы, нам кажется, что в этом здании дети развиваются, делают креативнее, любознательнее, сильнее. Но на самом деле в этих мрачных, доставшихся нам из постиндустриальной эпохи, в мясорубках детские души растаптывают, ломают, унижают, прививают им худшее качество человеческой души. Ты скажешь, брат, у меня в школе все по-другому, меня любили, в моей школе учителя развивали гениальность, творчество, дивергентное мышление. Так бывает, брат, тебе крупно повезло. Твое детство – исключение, которое только подчеркивает общее правило. И вот что удивительно, школы производят 95% брака, несчастных, одиноких, бедных, сломленных людей, и всем на это наплевать. Представь, как бы реагировали взрослые люди, если бы завод по производству минеральной воды из 100 бутылок производил 95 бракованных. Они бы визжали, кричали, попадись им в магазине бутылка с грязной питьевой водой или плавающими в ней тараканом, и сразу бы побежали в суд. А школы каждый день калечат, уничтожают, ломают 95% детей. И никто не кричит, никто не бежит в суд. Больше всего мне жалко себя и тех детей, которых не поддержали родители. Эти детки так же, как и я, когда-то оказались между молотом и наковальней. А ведь становится намного легче, когда за тебя заступаются родители. От всего сердца я хочу поблагодарить всех родителей, которые занимают стороны своего ребенка в конфликте между ним и людоедской школой. Детям и так очень тяжело, а когда еще и родители принимают сторону мерзкой, протухшей, вреднейшей системы образования, то ребенку выжить практически невозможно. Подростку в этом аду сохранить свою личность, душу практически невозможно. Но, к счастью, не все родители идиоты. Есть родители, которые в своих детях видят что-то большее, светлое, гениальное. Например, Томас Эдисон, миллиардер, изобретатель электрической лампочки, гений, навечно вписавший свое имя в историю нашей цивилизации, проучился в обычной школе всего лишь три месяца. У него были проблемы со слухом, и стандартная школьная программа давалась ему очень тяжело. Однажды его мать вызвал директор школы. «Негодяй!» – сказал директор маме Эдисона. «Ваш сын – идиот, умственно отсталый, недоразвитый ребенок. Он не может учиться с нормальными детьми. Мы выгоняем его из нашей школы». На что великая мама сказала. «Это вы, идиоты. Мой сын – самый гениальный ребенок на свете». Еще очень интересный пример из жизни менеджера номер один в мире – Джека Оилча. Он возглавил компанию «Генерал Электрик», которую создавал тот самый двоечник Томас Эддинса. Изучая его биографию, я обратил внимание на очень важный факт. В детстве Джек Оилч был робким, неуверенным в себе в подростком. Он очень сильно заикался, и дети в школе над ним смеялись, издевались и унижали его. Однажды заплаканный Джек пришел домой и обратился к своей маме. «Мама, почему я заикаюсь? Почему надо мной смеются дети? Унижают меня?» И гениальная мама ответила. «Джек, все дело в том, что ты намного умнее этих детей. У тебя такой гениальный мозг, что твой речевой аппарат просто не успевает за скоростью мышления твоего выдающего ума. И поэтому ты заикаешься». Обрати внимание, брат, мудрая мама Джека из минуса, из проблемы сделала большой плюс. Подняла самооценку ребенка на всю его долгую счастливую жизнь. Когда Джек Уэлч прилетел в Москву с выступлением, мне и Петру Силкину повезло присутствовать на этой встрече, «Хотя было приглашено всего лишь 70 человек». И первый вопрос, который я задал великому правленцу, был таким. «Джек, а правда, что в детстве ты заикался, и твоя мама таким оригинальным способом превратила недостаток в достоинство?» «Да», – сказал Джек Уэлч, – «так и было». К сожалению, таких родителей, как у Джека Уэлча и Тома Эдисона, очень мало. Многие гениальные люди, чьи имена будут жить тысячи лет, начинали с огромного минуса, с унижения и боли. Альберт Эйнштейн в 4 года еще не говорил, а когда ему было 9, учитель математики с сочувствием сказал его маме, «У Альберта очень большие проблемы с развитием. Вы не переживайте, красить забор, он все равно научится, как-то проживет». Последний великий скульптор, Огюст Роден, 4 раза не мог поступить в Парижскую художественную академию. Его отец смеялся над ним и унижал. «Мой сын-идиот, дебил, не может поступить в Академию искусств». Где сегодня эти ничтожные академики, где эти судьи, которые измеряли талант Огюста Родена? Их нет. Их имена навечно забыты. После них ничего не осталось, только забвение, пустота и мусор. А имя великого Огюста Родена будет жить столько, сколько будет жить наша цивилизация. «Пройдя все круги ата, школьного образования, уменьшения, боли и страдания, я все равно бесконечно сильно люблю своих родителей. Моей мамы не стало в прошлом году из-за тяжелой многолетней болезни. Она покинула наш мир. Я уверен, сейчас ее душа находится в раю, потому что более доброго, светлого человека я никогда не встречал. Папа – простой парень из обычной крестьянской семьи, которого воспитывали при помощи ударов палкой, ремня и подзатыльников. Несмотря на все наследие рабского воспитания, он остался любящим, добрым отцом. Сегодня я стараюсь как можно чаще говорить ему «Ты самый лучший отец на свете, я бесконечно сильно тебя люблю». Став осознанным, я понял, что они не могли поступать по-другому, потому что их самих воспитывали в системе рабства, унижения и боли. Но несмотря на это, их сердца всегда были наполнены любовью, добротой и состраданием. Физическая боль забывается, обиды забываются, а любовь и доброта живут в наших сердцах вечно. Сегодня я как отец, как дед, всегда буду на стороне моих детей и внуков. Я вспоминаю, как мне было тяжело, больно и обидно, и как мне была нужна взрослая помощь, поддержка, когда мне важно было, чтобы кто-то сказал «Вовка, ты талантливый, у тебя большой потенциал, все у тебя получится». Драгоценные уроки моего детства Мое примитивное, провинциальное, не всегда сытое детство научило меня главному – все дело в развитии. Неважно, с какого нуля ты стартуешь, главное – каждый день по чуть-чуть развиваться. И тогда песчинка, как в сказке, вырастет в гору. Ноль ничтожества превратится во что-то значимое и важное. В детстве мной управляли инстинкты, я ничего не знал. Мой интеллект равнялся нулю, моя личность равнялась нулю. И если бы ты, брат, тогда подошел к моей детской кроватке и спросил меня «Вовка, а сколько будет один плюс один?» Я бы посмотрел на тебя детскими наивными, пустыми глазками и ничего тебе бы не ответил. Я даже не понял бы, о чем ты меня спрашиваешь, потому что я был чистым листом бумаги с нулевым познанием мира. Мое развитие стартовало с абсолютного нуля. Животные инстинкты мы в расчет не берем. Посмотри на мой рост. Это же реальное чудо. В детстве я не мог даже ходить и говорить, а сегодня я могу читать, писать, считать, думать, дружить, любить, уважать, помогать, нести ответственность, ошибаться, планировать, создавать, добиваться, развиваться, учиться, расти, падать, вставать и идти дальше. И такой же сказочный, великий, фантастический скачок в развитии сделали миллиарды людей на Земле. Но, к сожалению, многие из них, вместо того, чтобы расти, дальше развиваться, с каждым днем становиться лучше, чем вчера, ходят по кругу, они остановились в своем прогрессе. Помнишь, брат, фильм «День сурка»? Лучше состояние дел в мире описать невозможно. К счастью для нас с тобой, брат, и для всех же хороших людей, сегодня наступило новое время развития, пробуждения и роста. Начинается новая эра света, созидания и мира. И у нас, у миллионов интеллект-тренеров, есть важнейшая миссия – освободить из матрицы невежества и злости миллиарды хороших, добрых, трудолюбивых людей, злодеев и подлецов. Мы оставляем в их внутренней тюрьме злости, жадности и страхов. Радостно встречаем новое время, время роста и созидания.